Здравствуйте, у микрофона Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Поздравляем всех с праздником, с праздником действительно замечательным и на самом деле фактически единственным сегодня оставшимся праздником, который объединяет наш народ в единое целое. Тогда, в 1945 году, мы победили во многом благодаря тому, что те силы, которые нам противостояли, которые мы условно называем Запад, у них было состояние очень серьезного раскола. И мы сумели этот раскол разыграть. И надо отдать должное Сталину и другим руководителям Советского Союза. Если бы они этого не сделали, то были бы, конечно, очень серьезные проблемы. Я напомню, в частности, что попыток преодолеть этот раскол на Западе было неимоверное количество. Сейчас русофобы, либералы очень любят вспоминать о коварном Сталине и неблагородном Советском Союзе, который заключил договор о ненападении с Гитлером в 1939 году. Но я напомню, что с 1933 по 1939 год было заключено западными странами, европейскими, от Великобритании до Польши, где-то примерно 6 или 7 договоров о дружбе и сотрудничестве с гитлеровской Германией. Так что в этом смысле мы просто были последними. Но простить нам, что мы этим воспользовались и в результате одержали победу, нам не могут до сих пор. Кстати, это еще одна очень важная вещь. Дело в том, что существуют разные представления о том, что такое любовь к Родине. И если мы посмотрим, у нас есть довольно большое количество людей, которые люто ненавидят и советскую власть, и всю историю СССР. Именно эти люди объясняют, что русский народ, вопреки своему руководству, одержал победу в войне. Но я уже даже не говорю, что это бред просто с точки зрения реального содержания. Такого не бывает. Нельзя одержать победу вопреки своему руководству. Ну, посмотрите, что произошло, как это сделали поляки, которые не хотели, руководство которых не хотело воевать с Германией. Как, соответственно, что произошло во Франции в 1940 году и так далее и тому подобное. Дело даже не только в этом, дело в другом. Дело в том, что эти люди прежде всего любят те потенциальные привилегии, которые у них были до 1917 года. Они не могут простить свои особняки, свои поместья, свое, самое главное, свое, в их понимании абсолютно законное право быть выше других. Вот это вот пожелание быть выше, оно у них невероятно сильное. И оно и заставляет их люто ненавидеть ту самую советскую власть, которая, собственно, и победила в Великой Отечественной войне. Они очень любят говорить, что вот же империалистическая война 1914-1917 годов, мы же в ней не проиграли. Да, мы в ней не проиграли, хотя до этого войну 1905-1906 годов в Японии мы вполне себе проиграли, хотя экономический потенциал был несопоставим, абсолютно несопоставим. Вот, и я напомню, что мы проиграли войну, и был вид-то подписал договор в Портсмуте, по которому мы отдали Сахалин и Курильские острова, за что я получил по прозвищу граф Полусухалинский, в ситуации, когда внутри Японии уже понимали, что у них экономическая катастрофа. Но у нас была революция. Так вот, реально проиграла войну сословная империя. И точно так же мы бы проиграли и войну 1914-1917 годов. Не вовне, а внутри. Собственно, это и было поражение в войне. Если бы был другой режим, если бы к людям относились по-другому, то мы бы эту войну, безусловно, выиграли. А, в всяком случае, потенциал для этого был вполне достаточен. Хотя, с точки зрения экономики, у Российской империи было все очень плохо. У нас не было целых отраслей промышленности. У нас не было оптики, у нас не было производства резины, у нас не было производства подшипников. Я прошу прощения. Первые подшипники у нас сделали при советской власти уже в 20-е годы. Ну и так далее и тому подобное. То есть, все это очень показательно. Так вот, люди, которые сегодня пытаются задрапировать мавзолей, я уже вижу результат, 95% считают, что драпировать мавзолей нельзя, что надо было его оставить. Тут, правда, есть свои проблемы. Дело в том, что под тем флагом, который сегодня развивается над Кремлем, как известно, воевали власовцы. Это создает определенные проблемы. Но здесь-то как раз проблему решить можно. Я, как бы, для меня, для моей семьи, это вопрос принципиальный. Дело в том, что по одной линии моей семьи по-еврейской, она, как бы, люто защищала страну и советскую власть. Один, как бы, мой дед занимался радиолокацией. Его старший брат строил электростанции. И, в общем, все что-то делали. Многие будут смеяться про евреев-оленеводов. Моя бабушка, жена моего деда, получила профессию... Она, правда, не работала по той причине, что очень быстро вышла замуж. Но все ее однокурсники работали по специальности. Она была по специальности Марк Шейдер. И получила она образование в техникуме, в котором преподавали на идише. То есть, довольно много у меня есть однофамильцев, которые на Кузбассе работали шахтерами и руководителями шахт и так далее. И, в общем, была абсолютно такая вот трудовая семья. А по другой линии мой прадед, родом из города Новочеркасска, говорят, там до сих пор наш семейный дом стоит. Я вот в Ростове нашел дом, где жила моя семья. Он во время войны не был разрушен. А в Новочеркасске еще нет. Надо будет туда поехать. Тем более, что руководитель ростовского отделения партии «Родина» Геннадий Зубов живет как раз в Новочеркасске. Так вот, он был настоящий белоказак. То есть, он воевал с Красновым. После поражения белого движения куда-то исчез. Я подозреваю, что жил где-то на Северном Кавказе, в подполье. Потому что его жена моя, прабабушка, к нему ездила, а потом приезжала в Ростов и рожала детей. Моей бабушке, которая родилась еще в 2013 году, было очень много сестер, которые родились уже после. В общем, вернулся он в 1942 году в Ростов с немцами. И с немцами же ушел. И в этом смысле я хорошо понимаю, что нам нужно примирение. Потому что мы сегодня видим, насколько гражданская война до сих пор раскалывает людей. Но, тем не менее, большая часть нашего населения не тогда, когда было, ну, не 50 на 50, но 30 на 70 было. А сейчас все-таки уже, ну, там, максимум 15 на 85. Но, тем не менее, довольно много людей искренне пытаются вернуть назад ту систему, которая была до 1917 года. Мне кажется, что это категорически неправильно, потому что Российская империя в том сословном варианте была обречена. И экономически, и политически, и социально. Но, к сожалению, очень много людей сегодня пытаются эту тему вернуть, в том числе очень жестко занимаясь клеветой на советскую власть. А при этом нужно понимать, что до примерно 1938 года в стране реально продолжалась гражданская война. Выглядела она сложно и по-разному, но она продолжалась. В общем, штука сложная. Это тем более важно, что мы сегодня фактически, с точки зрения состояния мира, вернулись в 30-е годы. Дело в том, что после 1945 года раскол в западной элите был преодолен. Германию и Японию, как альтернативных лидеров англосаксонским странам, ликвидировали. Частично их зона влияния перешла к СССР, а частично она начала контролироваться англосаксами. Хотя элиты немецкие и японские остались, я напомню, что император Японии Хирохито умер после окончания войны лет через 40 точно. Я не помню, в каком году он умер. Но с точки зрения управления, ситуация была под полным контролем. Под полным контролем вот этих самых, ну, англосаксонских, да, больше американских, но частично еще и британских элит. И эта ситуация очень была для нас сложная, потому что мы фактически боролись против объединенного западного мира. Ситуация изменилась только, ну, буквально 5 лет тому назад. И это связано с очень простой вещью. Именно об этом я и хотел сегодня поговорить, потому что на самом деле нас ожидает новая война. Может быть, она не будет горячей, но от этого она будет не менее важной. И мы должны сегодня сделать все, мы сегодня должны сделать все для того, чтобы общество было, выступало против, в рамках этой войны абсолютно сплоченным. Общество нашей страны, иначе шансов у нас не будет. А единственная тема, которая сегодня сплачивает практически всех, это победа в Великой Отечественной войне. Кстати, именно по этой причине так любят наши русофобы, либералы, рукопожатные, правозащитники и прочие разные персонажи. Мы должны охаивать войну и частично сочинять разные байки, а частично вытаскивать на поверхность истории, которые в любой войне происходят. Особенно сильно это происходит на Украине. Ну, посмотрим. Я думаю, что все-таки с Украиной мы вопрос решим. Главным образом потому, что современное украинское руководство люто ненавидит все украинское население. Ну, это просто видно потому, что оно делает. И единственное, о чем оно мечтает, это украсть как можно больше и сбежать. К сожалению, и у нас довольно много людей мечтает об этом. Хотя многие из них уже стали понимать, что сбежать с деньгами не получится. Так вот, что же произошло? Дело в том, что та экономическая модель, которая была принята на Западе в 1944 году в рамках Бреттон-Вудской конференции, она перестала приносить результат. При этом это ведет сразу к трём негативным последствиям. Первое, это последствия политическое. Дело в том, что Соединенные Штаты Америки достигли в рамках западного мира консенсуса, в том числе и потому, что они взяли на себя ответственность за некоторую более-менее позитивную жизнь. О всех. То есть фактически речь шла о том, что людей купили. Это достаточно часто и достаточно естественное развитие событий. И если мы посмотрим на историю СССР после 1956 года, после 20-го съезда, то мы увидим, что там тоже была в некотором смысле покупка. Потому что на 20-м съезде уже было принято решение о том, что главное это всестороннее удовлетворение материальной потребности советского человека. И в результате очень многие вещи, которые связаны именно с необходимостью как бы драться до конца, они были сначала выведены из активного оборота, а потом постепенно выведены вообще. Хотя в рамках риторики они еще во многом сохранялись. Но то, что мы выиграли в 70-е годы, во многом за счет того запаса, который был сделан в 30-е, 50-е, это и не смогли воспользоваться этой победой. Это результат как раз до 20-го съезда. Но если смотреть как бы на западную картину, то людей окупили. И вот впервые после, ну условно говоря, середины 2000-х начался период, когда уровень жизни стал падать. Причем падать стабильно. Причем падать не только материально, но и с точки зрения безопасности. В этом смысле, например, уровень безопасности в Европе сильно упал. При этом, что характерно, чем менее толерантное население, ну например, там в Испании, в Португалии, на юге Италии, в Греции, тем там спокойней. А вот чем севернее, где население такое более толерантное и более либеральное, там реальные проблемы. Дальше, это политическая проблема. Соединенные Штаты Америки не могут решить вопрос. В результате у них начинаются проблемы. Они их сваливают на мировой терроризм, на Китай, на Россию, еще на что-то. Но на самом деле это все следствия, а не причин. Вторая проблема чисто экономическая, социальная. С ней тоже все понятно. Уровень жизни падает, и людям это не нравится. И, наконец, проблема третья. Проблема идеологическая. Уж коли Соединенные Штаты Америки считают себя лидером, они обязаны предъявить модель. То есть, как людям жить дальше. То есть, эта модель может и включать в себя небольшое ухудшение ситуации или еще чего-то. Но, в общем и целом, она должна обрисовывать перспективы. И этого нету. Ни в одном глазу перспектив нету. Их нету. Непонятно, как жить дальше. Все понимают, что завтра будет хуже, чем сегодня. Послезавтра хуже, чем завтра. Выхода нету. Что с этим делать? Как с этим бороться? И на фоне всего этого региональные элиты и некоторые другие начали размышлять, как сохранить свой статус, как сохранить свое положение. Я уже говорил о том, что мы написали книжку, она вышла перед праздниками, а «Лестница в небо» называется. И она уже есть в магазинах, хотя, правда, в регионах ее мало. Я думаю, что нужно уже договариваться о дополнительном тираже. Так вот, мы в этой книжке объясняли, что на верхнем уровне, на уровне мировой элиты, имеет место сложное олигархическое взаимодействие разных группировок, которые между собой договариваются. Но проблема состоит в том, что если вы понимаете, что ресурс сокращается настолько, что договориться невозможно, то это начинает создавать проблемы крайне тяжелые. Вот здесь нужно сделать небольшое отступление. Что значит невозможно договориться? Можно делить жемчуг, а можно делить корочки хлеба. Казалось бы, в чем проблема? Договориться можно. На самом деле нет. Дело в том, что у каждой крупной группировки, неважно, это там страна, бизнес-группировка или еще что-то, всегда есть некоторая себестоимость инфраструктуры. Вот мировой финансовой элиты нужны банки. Если банки исчезают, то они не в состоянии сохранить свое могущество. Банки – это инструмент упрочнение влияния властного, и банки – это инструмент институциональный контроль. А для банков нужно много денег. И если денег не хватает, то в этом случае для финансовой группировки вопрос встает ребром. И если до 1939 года, ну, если угодно, до 1945 года, когда уже окончательно завершилась эта разборка, а драка между элитами была территориальная, то есть были германо-итальянские элиты и японские с одной стороны, и англосаксонские, примкнувшие к ней Франция, с другой стороны. И был еще СССР. То есть это было разделение географическое. А сейчас это разделение по сферам деятельности. То есть есть элиты финансовые, и есть элиты, ну, условно промышленные, которые контролируют реальный сектор. Вот это принципиально важная вещь. Реальный сектор. И сегодня так уж жизнь устроена, я не буду сейчас влезать в экономические проблемы, я буду говорить только о политике. И сегодня жизнь так устроена, что нам сегодня позарез нужно, чтобы эти, вот схватка этих элит прошла так, чтобы мы могли компенсировать те потери, которые мы понесли последние 25 лет. А эти элиты договориться не могут. Почему? Потому что денег не хватает даже на поддержание уровня жизни населения. А финансистам нужно много больше. Они не могут себе позволить решать те задачи, которые они должны были решать, потому что в этом случае рухнет их инфраструктура. А без этой инфраструктуры они никто. Вот это ключевое, самое интересное место в той ситуации, которая сложилась в последние несколько лет в мире. Сейчас перерыв на новости, а потом я продолжу. Возвращаемся в студию микрофона. Михаил Хазин. Я еще несколько минут скажу, а потом перейду к ответам на вопросы. Так вот, проблема раскола западных элит, которая во многом повторяет ситуацию 30-х годов, связана с очень простой вещью. Для того, чтобы сохранить тот институциональный механизм, который обеспечивает доминирование мировой финансовой элиты, им нужно больше денег, чем может сегодня генерить западная экономика. И это значит, что единственный шанс, единственный шанс, это выжить за счет других, в том числе за счет Соединенных Штатов Америки, за счет экономики Соединенных Штатов Америки. И по этой причине этот конфликт не может найти нормального разрешения. Здесь нельзя договориться, это невозможно. И по этой причине наша задача состоит в том, чтобы этот конфликт максимальным образом разыграть. Потому что без этого у нас будут, конечно, очень серьезные проблемы. Отмечу, что этот конфликт происходит и у нас, потому что у нас современная российская элита, при всей ее русофобии и прочих разных проблемах, у нее имеется два четких направления. У нас есть та часть, которая носит название либеральный. Это те, кто ориентирован на финансистов. И у нас есть другая часть, которая пока не столь явно выраженная, которая, в общем, готова договариваться скорее с той альтернативной силой, которую сегодня олицетворяет Трамп. Я очень рассчитываю, что все-таки более-менее правильные решения у нас приняты будут. Хотя абсолютно очевидно, что принимать какие-то либо жесткие решения до тех пор, пока Трамп к власти не придет, может быть, было бы преждевременно. Это очень опасно и для нашей страны, и для конкретных лиц, которые эти решения должны принимать. Но в любом случае нужно понимать, что за последние 25 лет в нашей стране выросло управленческое сообщество, для которого, в принципе, принятие самостоятельных решений – вещь абсолютно недоступная. Это люди, для которых солнце встает где угодно, только не в Москве. И нашей главной задачей является сегодня вырастить ту элиту российскую, которая будет ориентироваться прежде всего на интересы России. И будет писать свои правила самостоятельно. Ну, а теперь начинаем ответы на вопрос. Здравствуйте, слушаю вас. А, добрый день. Алло. Леонид Сергеевич, беспокойно. Ну, с Днем Победы вас, во-первых. Да, с Днем Победы. И всех, да. Знаете, хочу вот какое возражение сформулировать. Значит, я думаю, что американцы не обязаны какой-то план всеобщий, какой-то алгоритм нам предлагать, поскольку под словом «лидер», я не знаю, вы сами его употребляете или они употребляют, они на самом деле просто сильнее, ну, выше и прыгают выше, и все. Ну, чемпионы. Никакого лидерства, я думаю, они сами не формулируют, да и мы не должны на них отрядоваться. Это неправда. Они формулируют. Вы мне возразите чуть позже, если больше, второе. Второе, я думаю, что мы очень много говорим о Западе и Америке, что да не надо этого делать. Надо говорить только о нас самих, о наших проблемах, о наших алгоритмах. Не об элитах, а о нас, о народе, который разный. И пытаться здесь и сейчас, и вашим интеллектом в том числе, в прошлом мехматским, создавать какие-то правила взаимодействия и не кивать на Запад. Ну, это я так думаю. Ну, что я могу сказать? Значит, дело в том, что люди, которые сегодня игнорируют наш народ, они же их игнорируют в рамках некоторой концепции. А концепция очень простая. Правила пишутся в Вашингтоне, и мы должны соблюдать эти правила. Точка. А по этим правилам каждый, соответственно, думает о своем кошельке. Вот вся та проблема с нашей экономикой, которая происходит, это следствие того, что мы выполняем правила Вашингтонского консенсуса, который у нас сформулировал Гайдар и его команда. Но отдайте себе в этом отчет. что невозможно сегодня думать только о нашей стране. Потому что наша страна для мира слишком маленькая. Мы должны думать о мире и смотреть, кто наши друзья, и почему они наши друзья, кто наши враги, и почему они враги. И так далее и тому подобное. Это, по-моему, понятно. Здравствуйте. Здравствуйте, Святослава, уважаемый Михаил. Слушайте, поздравляю с днем Великой Победы Советского Союза, коммунистического под руководством Верховного Главного Команды еще Иосифа Виссарионовича Сталина над Гитлеровской Германией. Чего не сказал именно президент Российской Федерации. И таким образом он показал, что он является именно тем самым, как бы сказать, мягко так, просто предатком Запада. И то есть он не может позволить сказать правду историческую. А что мы хотим от людей? Если президент Российской Федерации, которому приписывают рейтинг 100%, боится сказать, кто победил, какой народ, кто был Верховным Главным Командующим, какая партия руководила, кого победила. Поэтому что вы хотите от народа? Ну да, ну да. Но тут нужно сказать одну вещь. Я уже говорил о том, что Путин пришел к власти в рамках прозападной элиты, которая поставила задачу. Вот вы поймите, это очень важное место, что наша прозападная элита поставила, а она действовала в рамках некоторой концепции. Концепция очень простая, что мы должны встроиться в Запад, а для того, чтобы встроиться, нужно соблюдать западные правила. И мы, мы, вот эта вот самая прозападная элита, будем эти правила внедрять в Россию. Нравится людям, не нравится. Говорят людям, смотрите, жрать было нечего, да, в конце 80-х. Так что вы хотите? Путин попытался эту ситуацию немножко изменить. Изменить следующим образом, что Россия важная часть мира, и что он говорил, что мы готовы жить по западным правилам, но будьте любезны, и вы в отношении нас некоторые обязательства соблюдайте. Давайте договариваться. Запад ему много раз говорил, мы не будем с тобой договариваться, потому что вы проиграли. Путин говорит, нет, мы не проиграли. Мы сами добровольно приняли решение. Американцы говорят, нет, это фактически поражение. Вы проиграли, поэтому что мы скажем, то вы и будете делать. То есть фактически они нас рассматривали как некоторую оккупационную часть. Вот если Великобритания или, скажем, Франция, они имеют какие-то права, хотя и Германия, и Япония – это оккупированные страны, то нас хотели перевести в положение Германии 45-го года или Японии 45-го года. И сегодня идет острейший конфликт общества, которое категорически отрицает такой подход, и элиты, которые уже с путинским подходом не очень согласны. Как же так? Как же договариваться? Что получается? Мы нашим американским кураторам будем говорить, ребята, простите, нам кажется, вы здесь неправы. Так не бывает. И фактически Путин – это переходный период от прозападной элиты 90-х к некоторой российской, ну, там, условно говоря, 20-х, там, 10-20-х годов уже 21-го века. И сможет ли Путин вот эту вот линию выдержать? Это вопрос отдельный. Пока мы видим по задрапированному мавзолею, по нашему правительству, что пока он явно пытается еще, по крайней мере, одной ногой стоять там в 90-х годах. При этом нужно понимать, что делать слишком резкие шаги он тоже не может. Но в этом году, в конце этого года, все равно решение принимать придется. Потому что, судя по тому, что произошло в Соединенных Штатах Америки на празднике, когда все противники Трампа фактически сняли свои кандидатуры с выборов, в общем, уже понятно, что с очень большой вероятностью Трамп станет президентом США. И если он станет, это будет очень интересно. Но нужно при этом понимать, да, что это потребует радикальных изменений, в том числе от Путина. В том числе по тотальной смене, например, чиновного аппарата. Ну, по банальной причине, потому что нынешний чиновный аппарат, сформированный в 90-е годы и начале 2000-х, это аппарат, абсолютно не признающий наше право на собственное мнение. В его понимании такого не может быть, потому что такого не может быть никогда. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, с праздничком всех. Да, спасибо. Но как-то двойственное чувство, ведь вы о 90-х годах говорите, а я вспоминаю то, что у нас все-таки мы поддерживали из последних сил, хотя там и голодно было, но и Кубу, и базу Лурдос, и Вьетнам, и базу Камрань. И своя станция была, мир на орбите ни с кем не делили. И бросок на Приштину был в Югославии, несмотря на войну, но мы смогли взять аэропорт, и будущий президент Ингушетии, Евкуров, полковник ВДВ, в общем-то, держал. И многие другие были... И что, это сильно помогло? Нет, ну, пришел 2001 год, и мы бросили Вьетнам, бросили Кубу, убежали из Югославии, хотя там пытались что-то произносить. У нас не стало ни Хельмута, там, друга, ну, хотя Шрёдер появился, но уже над ним все смеялись в Европе, ни друга Рю, но, с другой стороны, все-таки, смотрите, несмотря на то, что у нас не было экономического образования, но мы успели защитить, кандидатскую, говорят, ну, может быть, и докторскую, неудобно кандидатом называть президента, ну, диссертацию по экономике. Вы читали? Нет, все-таки я с уверенностью смотрю в будущее, все-таки у нас президент имеет диссертацию по экономике. Ну, и глядя на сегодняшний парад, на его все-таки оптимизм такой, он все время нам показывает такой победителя, уверенность в себе. Рядом Назарбаев, ну, такой унылый, и все, и премьер наш, Дмитрий Анатольевич, такие унылые, невеселые, а президент, ну, прямо светился отчасти, если вы обратили внимание. Пересмотрите, пожалуйста. Я думаю, артии должны с завтрашнего дня пойти вверх, да? Я в этот момент ехал в эфир. Вы посмотрите, если бы, вот, понимаете, не нужно ничего. Вот такое впечатление, что все-таки завтра будет полный крах на рынке акционном. Ну, не понимаю, почему праздник такой все-таки, ни одной улыбки. Ну, улыбка была, когда Суворовцев поздравлял. А так, ну, как в воду опущенной, как будто мы уже проиграли все на свете. Ну, я же вам говорил, да, что у нас сейчас крайне напряженные ситуации в стране и в мире. Кстати, вот есть по поводу Казахстана, да, мне многие написали, что вот Казахстан отказался проводить парад на 9 мая, что вот они, соответственно, с нами разругались. Да, Назарбаев приехал к нам на парад, как вы понимаете, парад должен принимать верховный главнокомандующий такого масштаба. То есть, если он у нас, то там парада соответствующего быть не может. Это во-первых. Во-вторых, я хочу сказать, если вы вспомните, в СССР парады на 9 мая проводились только по круглым датам, потому что это вообще дико дорогое удовольствие. В СССР парад проводился 7 ноября, как государствообразующий праздник. Кстати, я уже говорил о том, да, что у нас на 9 мая теперь вот такой парад. В общем, нам, безусловно, нужно решать проблемы и, безусловно, к Путину можно предъявлять массу претензий. В частности, вот история с этим вот Мавзолеем, конечно, она, ну вот, результаты голосования все показали, да, 95 против 5. То есть, все считают, что. Кроме того, вы знаете, я как бы общался с представителями малых народов разных, которые жили в СССР. И они говорят, что у нас было очень сильное преимущество, когда мы были в составе СССР, потому что, ну вот, один из них, моряк, мне рассказывал следующее, когда, соответственно, когда ты идешь под советским флагом, тебя уважают. А если ты идешь под флагом какой-то маленькой страны, то, в общем, отношение к тебе соответствующее. Вот это вот уважение к советскому человеку, а это вещь очень важная. И, в общем, мне кажется, что возвращать вот это вот правильное отношение разных народов, это еще одна наша важная задача. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Да, я слушаю. От всей души поздравляю всех жителей нашей страны с величайшим праздником, так сказать, низкий поклон всем погибшим героям за нашу Великую Родину. Желаю всем быть достоином наших отцов. Вот вас поздравляю в частности. Спасибо. Хотел сказать, вот в Великой Отечественной войне это была прежде вот, так сказать, противостояние, то есть вот борьба двух систем, то есть социализм против, ну, капитализм, составляющих капитализм вот этим фашизм, так сказать, вот. Вот закрыть вот этих мавдалей, так сказать, я считаю, что в какой-то нивелирует этот праздник, то есть наши отцы как бы воевали за нашу Союзскую имя родину, так сказать, вот с руководством коммунистической партии, цех, социализм. Вот. И вот сейчас ситуация у нас практически, как в 41-м году, я считаю, что нас кругом, так сказать, окружает, войска, технику нагоняет. Вот и от каждого дна зависит, будет ли наша страна существовать в дальнейшем. То есть вот на этих выборах люди должны действительно, так сказать, проголосовать за КПРФ, приемник коммунистической партии, под руководством которой мы победили фашизм, так сказать. Вот я считаю так. Да, да, это, ну как бы, это правда, что мы действительно победили фашизм под руководством коммунистической партии. Но при этом нужно сказать одну очень важную вещь. На самом деле даже Сталин понимал, что до войны власть коммунистической партии в СССР во многом была построена на насилии. И только после 45-го года эта власть была признана народом. В том числе потому, что коммунисты дрались, ну в общем, на первых оппозициях. А внутренняя легитимность советского государства возникла именно по итогам Второй мировой войны. И это нужно понимать. Здравствуйте, слушаю вас. Добрый день. С праздником, с Великим. Молодец, Святослав. Правильно он сказал. Это победа советского народа за советскую власть над немецко-фашистскими оккупантами. А относительно легитимности власти советской, боже, а что же тогда говорить о легитимности современной российской власти? Но я не об этом. Я хочу вас спросить, как у вас все просто, Михаил? Мы должны вырастить новую элиту. А вы не скажете, как это сделать? Вы знаете, переворотить Саввова в Павла, это можно только по Евангелию. Ну, вы знаете, у меня была как-то смешная история. Я был в Дамаске, и мне позвонил по телефону отец Севал Чаплин. Там речь шла о заседании комиссии по патриархии и этике, по экономике этики. И я ему говорю, что отец Севал, вы знаете, а я сейчас нахожусь в месте, где жидомасоны потерпели самое сокрушительное поражение в своей истории. Он говорит, где я? Я говорю, в той самой подземной часовинке, где Саввл стал Павлом. Вот когда я говорю про легитимность, то я имею в виду очень простую вещь. Я не имею в виду чисто формальные обстоятельства, потому что выборы произошли в 1936 году. И гражданскую войну выиграли большевики. Но большая часть населения относилась к советской власти до 40-х годов, ну, скажем так, без энтузиазма. То есть защищать ее и жертвовать своей жизнью они были не готовы. Именно с этим, я считаю, связано то разрушение кадровой армии, которое произошло летом 41-го года. А вот потом люди стали умирать, потому что поняли, что речь идет о стране в целом, о России. И они поняли, что советская власть защищает Россию. И это был очень серьезный переворот идеологический, который сделал Сталин. Именно с этим переворотом связана ликвидация Коминтерна. Именно с этим переворотом, который Сталин еще до войны задумал, было связано ликвидация вот той группы, которая была ориентирована прежде всего на мировую революцию. Ведь аппарат Коминтерна возглавлял как раз Зиновьев, который был ликвидирован в начале 30-х. То есть это все чрезвычайно сложные и длинные процессы. И только изучая их в совокупности мы можем понять, чем же на самом деле люди руководствовались. У нас осталась примерно минута, поэтому я больше не буду отвечать на вопросы. Я еще все-таки немножко порассуждаю. Процессы, которые проходили в СССР, были сложными. И они до 70-х годов были позитивными во многом. Хотя, начиная с конца 50-х, с приходом Хрущева, и начались негативные аспекты. Но эта негативность перевесила только потому, что СССР вошел в тот самый экономический кризис, который в 70-е годы вошел в Запад. Но Запад сумел найти способ, как выкрутиться, а мы не сумели. Вот мы должны сегодня найти то самое решение, которое нам позволит выиграть. Потому что сегодня у нас вновь появился тот шанс, который мы, казалось, потеряли раньше. Но на этом наше время истекло. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.